Алиса Родионова Алиса Родионова Тяга к сладкому пропала Нужно использовать как можно больше сложных углеводов Миллион спортивных советов прямо сейчас Чтобы тело гармонично развивалось Необходимо прорабатывать все части тела Иногда мы об этом, к сожалению, забываем Но не сегодня Проведем комбинированную жиросжигающую тренировку Сегодня у нас будет функциональная тренировка В которой мы будем использовать медбол И в которой мы будем тратить максимальное количество калорий Первое упражнение, которое поможет нам разогреть наш плечевой пояс И проработать его очень хорошо Это вращение медбола вокруг головы Наша задача Обогнуть мечом нашу голову Постараться желательно не ударить себя при этом Без отдыха мы делаем 15 вращений в одну сторону И 15 вращений в другую сторону Второе функциональное упражнение с медболом происходит у нас возле стены Наша задача сделать бросок за голову Наклониться, поднять его И сделать так 15 раз Ноги ставим пошире Спинку мы держим ровно, когда наклоняемся Чик Наклонились Третье упражнение, которое мы будем выполнять Это выпады с медболом над головой Поможет нам напрячь наши ноги, наши плечи, спину Работает практически все тело Подняли медбол над головой Делаем хороший широкий выпад Спинка ровно И сразу же шагаем дальше На голову медбол не кладем Держим его ровненько над головой Вращение медбола вокруг головы поможет проработать верхний плечевой пояс Вес снаряда выбирайте себе по силам Сделайте 15 вращений в одну сторону и потом 15 в другую Выполняя забросы медбола за голову, ноги ставьте шире плеч Выполняйте упражнения интенсивно Сделайте упражнения 15 раз Выполняя выпады, ноги ставьте на ширине плеч Медбол держите над головой Сделайте 12 выпадов на каждую ногу Упражнения выполняйте одно за другим без отдыха Отдыхайте после третьего упражнения в течение минуты И таких 4 круга Этот вид спорта родился более 120 лет назад в Америке Первый же советский официальный матч состоялся в конце 1923 года в Москве И прошел он между театралами и киношниками Так с легкой руки творческой интеллигенции волейбол Очень быстро приобрел популярность и в наших широтах Правила в волейболе строго регламентированы Площадка для игры должна быть с прямоугольной формы 18 на 9 метров Посередине она делится сеткой на две равные части Для мужчин сетка находится на высоте 2 метра 43 сантиметра А для женщин 2 метра и 24 сантиметра Заявка может включать 14 игроков На площадке одновременно могут находиться 6 игроков И для одних амплуа мы должны подбирать игроков выше 2.05 Это, например, центральный блокирующий А для других амплуа рост может быть менее важен Основная цель игры — добить мяч до пола площадки соперника Сама площадка каждой команды условно делится на 6 зон После того, как команда получает право подачи мяча Игроки переходят по часовой стрелке в рамках этих зон Подачу производят из-за задней линии, ограничивающей игровую площадку И засчитывают, если мяч перелетел через сетку в зону противника Если при этом он упал на пол, команде присуждается очко И тот же игрок совершает следующую подачу Касание сетки мячом при подаче допустимо После каждого розыгрыша команда имеет право заработать одно очко И вместе с тем заработать себе право на подачу Раньше в одном розыгрыше команда могла только отвоевать себе право на подачу А потом только с подачи выиграть очко Решили внести изменения в правилах И теперь каждый розыгрыш вознаграждается одним заработанным очком При отражении атаки игроки каждой из команд могут совершать суммарно не более трех касаний мяча Каждый игрок может коснуться мяча только один раз И либо отправить мяч за сетку, либо сделать пас Раньше можно было ставить блок только на своей стороне Со временем разрешили перенос рук блокирующих на ту сторону Немножко более агрессивное действие И поэтому пришлось связующим в том числе отводить мяч дальше от сетки И все такие изменения, они влияют и на тренировочный процесс И влияют на ход самой игры По времени игра не ограничивается Она закончится, когда одна из команд выиграет три партии Первые четыре партии длятся, пока команда не наберет 25 очков При этом преимущество победителя должно составлять не менее двух очков После окончания каждой партии игроки меняются полями Если дело дошло до пятой партии, она длится до 15 очков У тренера есть шесть замен, есть право воспользоваться двумя перерывами в каждой партии Поскольку волейбол – командная игра, это прекрасный вид спорта для детей При соблюдении техники безопасности, а волейбол относится к травмоопасным видам спорта У его приверженцев улучшаются как физические данные, так и социальные Любовь к сладкому считают исследователи не вредная привычка, а биологическая потребность Во-первых, сахар – источник глюкозы, топлива, необходимого нашему организму Во-вторых, лакомства вырабатывают гормон серотонин, который играет важную роль в регуляции настроения А сладости и стройная фигура несовместимы, так ли это? Выясняем прямо сейчас Почему у человека появляется тяга к сладкому? Есть несколько альтернативных теорий Кто-то говорит, что это вопросы, связанные с психикой и не хватает каких-то гормонов Я считаю, что человеку не хватает, как правило, углеводов Сладкое – это быстрые углеводы, которые не дают человеку худеть, откладываются очень хорошо в жир И для того, чтобы перевернуть этот процесс и тяга к сладкому пропала, нужно использовать как можно больше сложных углеводов Простых углеводов в рационе человека должно быть 10% от общего количества А заменить сладкое можно на сухофрукты, фрукты и различные десерты из сухофруктов и фруктов без добавления сахара Хороший пример замены сладкого – это использование детского питания Оно натуральное, содержит только фрукты и сухофрукты и абсолютно не содержит сахара в чистом виде То есть там есть сахар из углеводов, который мы получаем из фруктов, но это не является проблемой, это немножко другая форма сахара В качестве замены сладкому можно использовать практически любые фрукты с низким и средним гликемическим индексом Это яблоки, это все цитрусовые, это киви, это все ягоды абсолютно, кроме винограда, арбуза и дыни Но опять же, эти фрукты тоже можно использовать тем людям, которые нацелены худеть не слишком быстро Это тоже не будет проблемой Например, в перекус человек сможет съесть 30-40 грамм сухофруктов Это неплохая горсть, которая в принципе заменит по ощущениям какой-то сладкий десерт Но опять же, если человек на пути к похудению достиг уже каких-то результатов Периодически он может позволить себе и что-то сладкое, например, зефир, пастилу или мармелад Это не жиросодержащие сладости, которые будут иметь по отношению к своим аналогам меньше калорий То есть если выбрать между халовой и зефиром, лучше выбрать зефир В целом есть такой миф о том, что фрукты можно есть без ограничений На самом деле это не так Если вы плотно питаетесь и еще не следите за количеством фруктов Вы рискуете, в принципе, приобрести лишний вес Или как минимум его не терять, если вы в процессе похудения Но 2-3 фрукта в день абсолютно не повредят То есть общее суммарное количество получается 500-600 грамм фруктов, ягод можно съедать Всемирная организация здравоохранения советует съедать 400 грамм овощей и фруктов в день вместе То есть это либо там 200 грамм фруктов и 200 грамм овощей, либо только 200 грамм фруктов И этой рекомендации стоит придержаться Начинайте с малого, достигните главного, отличной формы и чудесного настроения Миллион спортивных советов, проверьте каждый и воспользуйтесь лучшими Увидимся совсем скоро, пока!